Приветствую коллеги, приветствую моих зрителей. Сегодня я сниму давно обещанное видео о самодельном микрофоне петлички. Я уже показывал макетирование такого микрофона. А сегодня по просьбе Дениса Гусейнова, который напомнил мне о том, что я не показал готовый микрофон, я решил снять видео с этим микрофоном петличкой и показать его тестирование. В сравнении с другими устройствами, которые, скажем, крутые фирменные устройства. Это камера Samsung, которая сейчас ведет съемку и тоже пишет звук. Кроме того, это камера Cisco, которая тоже включена и тоже пишет звук. И диктофон Sony тоже пишет звук через вот эту вот самодельную петличку. Хочу сказать, что макетирование микрофона петлички я показал в одном из своих видео. Ссылочка будет здесь вверху на это видео. И, наверное, под самим видео тоже в описании будет ссылка на этот обзор макетирования микрофона петлички. Но хочу сказать, что после того я провел ряд экспериментов. Вот это микрофон стерео. Стереомикрофон самодельный. Но габарит у него очень большой. Наверное, я неправильно здесь использовал корпус. То есть, скорее всего, что его можно переделать. Кроме того, вот также стереомикрофон. Он тоже достаточно габаритный получился. Но тоже я учел это, скажем, тогда, когда я уже сделал свой рабочий микрофон-петличка. То есть, он достаточно небольшой. И он для меня является самым приемлемым, по крайней мере, для съемки таких видео, для записи звука, для своих видео. На нем также установлена ветрозащита. Ветрозащита я вот отдельно могу показать. Изготовлена из такого вот мохнатого меха. Это тоже описано и рассказано об этом в интернете. Что чем более длинные волоски на мехе, тем лучшее качество ветрозащиты. Вот поэтому, собственно, я этот мех и использовал. Это обычный искусственный мех на ткань. Вот. Ну и каким образом будем проводить тестирование. То есть, сейчас у меня камера CISCO находится на столе. Микрофон-петличка также находится на столе. И камера Samsung, которая ведет запись и видео, и также звука, она находится на расстоянии порядка метр двадцать, метр тридцать от меня. То есть, от источника звука. Микрофон-петличка. Я хочу это все показать. Вот то, что я сейчас рассказываю. Будут выбраны одинаковые фрагменты, которые я подпишу. О том, что это звук с самодельной петлички. Это звук с камеры CISCO. И это звук с той камеры, которая снимает видео. Это камера Samsung. Поэтому я думаю, что этот микрофон все-таки можно использовать и с телефоном. Я не проводил такой эксперимент. Хотя, в принципе, можно и такой эксперимент провести. Но, вот это все, что я хотел сказать. И так, как я сказал сейчас, повторюсь, для того, чтобы было понятно. При сборке, монтаже этого видео я вставлю куски звука с разных устройств. И подпишу, что это камера Sony, это камера CISCO. А весь звук полностью всего этого видео будет записан на диктофон. И вот эту вот самодельную петличку. О которой, собственно, сегодня и речь. Вот. Поэтому я думаю, что этот микрофон все-таки можно использовать и с телефоном. Я не проводил такой эксперимент. Хотя, в принципе, можно и такой эксперимент провести. Но, вот это все, что я хотел сказать. И так, как я сказал сейчас, повторюсь, для того, чтобы было понятно. При сборке, монтаже этого видео я вставлю куски звука с разных устройств. И подпишу, что это камера Sony, это камера CISCO. А весь звук полностью всего этого видео будет записан на диктофон. И вот эту вот самодельную петличку. О которой, собственно, сегодня и речь. Вот. Поэтому я думаю, что этот микрофон все-таки можно использовать и с телефоном. Я не проводил такой эксперимент. Хотя, в принципе, можно и такой эксперимент провести. Но, вот это все, что я хотел сказать. И так, как я сказал сейчас, повторюсь. Для того, чтобы было понятно. При сборке, монтаже этого видео я вставлю куски звука с разных устройств. И подпишу, что это камера Sony, это камера CISCO. А весь звук полностью всего этого видео будет записан на диктофон. И вот эту вот самодельную петличку. О которой, собственно, сегодня и речь. Ну, могу подробнее теперь остановиться на самой петличке. То есть, что она собой представляет. Я перемещаю ее теперь ближе к себе. То есть, это тоже даст определенную характеристику того, как она работает на расстоянии, скажем, полуметра и на расстоянии, там, 10-20 сантиметров от источника звука. Значит, использован обычный разъем. То есть, штекер вот такого типа, звуковой штекер 3,5 миллиметра. Он поставлен еще в пластмассовую трубочку. И дополнительно, для того, чтобы провод не ломался в месте соединения, еще сделан переход через кембрики. Также установлено ферритовое кольцо, через которое провод намотан до заполнения. Зачем это сделано? Изучая вопрос изготовления петлички, я нашел такую характеристику, что установка ферритовых колец на вот этом проводе, который идет от микрофона до устройства записи, очень хорошо снижает помехи. Поэтому, вот, скажем, у меня нашлось два таких кольца ферритовых, и я поставил у разъема и у микрофона непосредственно. Как говорит теория таких микрофонов, то, конечно, лучше всего было бы, если бы весь провод был заключен в ферритовый корпус. Тогда бы это было просто... Ну, это, естественно, нереально, это понятно. Вот, поэтому, скажем, я использую два этих кольца, и по тем результатам, которые я уже имею, я вполне доволен качеством записи. Кстати, вот, буквально перед этим я опубликовал видео обзора китайской удочки, которую я купил для жены на Алиэкспресс. Вот там я использовал именно вот эту петличку и писал именно на этот вот диктофон Sony. Хочу сказать, что запись на встроенный микрофон диктофона тоже качество никудышнее. Ну, не стоит его даже вам показывать. Здесь использован микрофон от, скажем, какого-то радиотелефона или, я не знаю, в принципе, это небольшие цилиндрические микрофончики, которые используются в телефонах, в радиотелефонах, в мобильных телефонах. Они без проблем продаются в магазинах радиозапчастей и стоят совершенно недорого. То есть, если взять вот такие вот разъемы, которые я здесь использовал, то наверняка вот такой каждый из этих разъемов стоит дороже, нежели само устройство, этот маленький микрофончик, который здесь внутри установлен. Все выполнено точно так же, как при макетировании. То есть, я же сказал, в видео будет ссылка вверху, сможете посмотреть. Никаких проблем. Значит, но с доработкой, так как я рассказал. Это вот и заключение для антиперелома в кембрике, окончание провода. Здесь, на микрофоне, это сделано точно таким же образом. Вот я покажу для того, чтобы это было видно и понятно. Прищепка использована от гарнитуры телефонной. От телефонной гарнитуры. Провод, который использован здесь, на данном микрофоне, это провод от старенькой мышки компьютерной. Чем он хорош? Он имеет внутри два проводника и полностью экранирован. То есть, вот это блестящее, это экран, которым на 100% полностью экранированы жилы данного провода. И качество, полученное на эту петличку, мне очень нравится. Почему? Потому что даже тогда, когда я анализировал запись и собирал видео об карбоновой удочке, ну, кстати, ссылку тоже я могу здесь поместить, для того, чтобы вы видели, как работает микрофон. А там даже был такой казус, при записи в конце ролика у меня микрофон отвалился. Ну, то есть, как бы, сначала он писал в таком положении, а потом он упал и висел вот так вот. Но самое интересное то, что уровень громкости совершенно не изменился при этом. Кроме того, хочу сказать, что вот с этого микрофона, с этой петлички, я звук использовал совершенно без обработки. Единственное, что я сделал, это поднял уровень, то есть, увеличил громкость. И все. Если, скажем, раньше, когда я работал только с камерами, то либо с этим Самсунгом, который сейчас пишет, либо я начинал YouTube-канал вести вот с этой камеры CISCO, мне всегда приходилось бороться со звуком. То есть, это и уменьшение шумов, это и сглаживание. И там, ну, то есть, по многим параметрам приходилось корректировать звук для того, чтобы получить готовый ролик. Ну, в приемлемом качестве, скажем так. Ну, и на этом, наверное, я сегодня могу закончить, потому что основная суть и основное, что я хотел донести, это то, что абсолютно под силу каждому изготовить такой микрофон. Это абсолютно доступно. И, кроме того, я думаю, что этот микрофон можно использовать не только с диктофоном, как у меня. Просто я пошел на это, потому что, ну, для меня это удобнее, поскольку телефон не всегда может быть использован для записи при съемке видео. Ну, скажем, я нахожусь на рыбалке, снимаю видео, естественно, напишу звук на диктофоне, потому что звук, записанный, скажем, на природе камерой, он имеет ветровые помехи, наверное, все об этом знают и понимают, когда идут щелчки, идет шипение. Это ветровые помехи. А на петличке с ветрозащитой этот эффект отсутствует, то есть она полностью защищает от помех ветровых. Так вот, в этих случаях, скажем, когда происходит съемка видео и запись звука, соответственно, качественного звука, используется диктофон. А телефон, он на то и телефону, что он всегда в кармане и может кто-то позвонить, кому-то срочно нужна помощь или кто-то срочно хочет сообщить о своих успехах, о хорошем клеве, скажем, вытаскивает трофей и из души идет желание поделиться с друзьями, с коллегами. Человек берет телефон и звонит. Это тоже правильно. Вот. Поэтому я думаю, что этот микрофон все-таки можно использовать и с телефоном. Я не проводил такой эксперимент, хотя, в принципе, можно и такой эксперимент вывести. Но вот это все, что я хотел сказать. Это все, что я хотел вам сегодня донести. На этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Смотрите мои новые видео. В этом сезоне обещаю и подводные съемки, и отчеты с рыбалок, и новые рецепты рыбацкие. А может быть и новые самоделки. Потому что есть потенциал, есть к чему стремиться, и есть из чего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok